Добрый вечер, дамы и господа! С вами Донбасс, с вами StarLadderTV. Ну что же, врываемся мы на квалификацию в Star Series 12 сезона. Боже, как же это всё очень быстро происходит. Вроде бы как совсем недавно закончился у нас сезон, но оказывается прошло всего лишь три недели. Ого! Ну, время летит очень быстро. Ну и что же, начинаем мы нашу квалификацию. Я думаю, квалификация на 12 сезон отличается от предыдущих. Ну, потому что играется у нас Single Elimination, это первое, и второе это Best of 3. Ну, наверное, Best of 3 это уже понятная тема, но вот Single Elimination это очень-очень бедово. Ну, начинаем мы с 1.64, если не ошибаюсь, или я ошибаюсь. Я ошибаюсь. Начинаем мы с 1.32. Играют такие команды, как Чапа, и при том, ну и... Самое интересное то, что одна команда вылетит. К сожалению, должна будет покинуть квалификацию. В принципе, таких противостояний очень много, поэтому очень-очень жалко, что аж в первом раунде как раз самые такие фавориты, к сожалению, у нас погидают. Ну, опять же посмотрим, какой будет у нас конец. Надеюсь, что все-таки финальчик будет еще тот. Поэтому все же победитель будет достойный. Ладно, переходим мы. Наверное, к игре уже Чапа против команды Притон. Чапа начинает у нас за сторону Дайр. Видим, имеется у них Тролль Варлорд и Скайрас Мейдж. Ну и что же касается команды Притон, видим мы Бристлбека, ну и Леона на данный момент. Ну и по банам Макс, Брюмастер и Ио от команды Чапа. Ну и Притоны заводили у нас Венчфул Спирит, Джиггербаута, ну и Легиум Командора на данный момент. Так, ну, минус еще Омник у нас залетает, команда Чапа, ну и минус Фейс Лос будет. Очень быстро все делают у нас Притоны. Ну, очень долго ждали мы игрока команды Чапа. Какие-то проблемы у него возникли. К сожалению, вот так вот немножко задержались мы. Ну и как-то все в быстром темпе делают у нас ребята. Поэтому ребята знают все-таки, что делать, как все-таки строить свою игру. Бест оф три играется у нас матч, поэтому все же две игры мы увидим точно. Ну вот, кто одержит победу на первой, как раз мы это будем сейчас и наблюдать. А Вичдоктор залетает у нас в пик для команды Притон. Имеется уже, уже у них два саппорта, это Лайон и Вичдоктор. Имеется Бристлбек у нас на оффлэн, как я понимаю, хотя сейчас еще посмотрим, куда у нас Бристлбек отправится. В принципе, может отыграть на роли Мейнкерри. Но опять же, я думаю, чуть-чуть попозже будем все-таки делать какой-то вывод. Так как сейчас ничего не понятно, что, как и где. Так, ну, слушай, Чапа. Чапа. Третий пик от них. Так, все нормуль. Никто ничего не вылетел. Отлично. Ну, ждем, ждем, ждем. Возможно, еще одного какого-то саппорта. В принципе, я даже не знаю, кого тут выбрать. Ну, Рубика берут. Рубик тоже неплохая тема. В принципе, тырить какие-то каски, подкопчики, всяких леонов. В принципе, самое оно, мне кажется. То, что нужно. Ну, видим, забанили у нас Фейслес Войда. То есть, стратегии, на которую, возможно, рассчитывали у нас Чапа в виде батлтранса и хроносферы от Фейслес Войда все-таки у нас не будет получаться. Но, не знаю, возможно, сейчас что-то придумают у нас Чапа. Все-таки там игроки очень даже ничего. Даже опытные, можно сказать. Участвовали там 10, конечно же, персонажей, которые участвуют на каких-то ланах постоянных, которые только где возможны в разных городах. А притоны? Притоны тоже не первый год закалкой. Игроки, которые играют уже не первую квалификацию, если не ошибаюсь. Особенно игроки, да. Ну, опять же, будем смотреть, будем наблюдать. Опять же, к сожалению, кто-то один из нас и покинет у нас после этого матча. Ну, Магнус и Пак залетают от двух команд. Также стоит отметить, что команда Чапа будет у нас участвовать в Порсерии 12 сезона. То есть, если они проиграют квалификацию, они точно участвуют у нас в Порсерии. И выиграли они не слот этот, поэтому все-таки мы увидим уже в 12 сезоне их точно. Что же касается команды Притон, тут еще под вопросом, так как ребята только собрались этим составом. То есть, по отдельности ребята играли, а вот вместе все-таки не удавалось не наблюдать именно вот этих вот ребят. ну, ребята тоже могут участвовать в той самой Порсерии, ну а только нужно играть какой-то турнир, если не ошибаюсь. И, в принципе, они могут. Они могут, конечно же, участвовать, я думаю, запросто. В принципе, уровень игры у них очень даже неплохой. Ну, конечно же, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как это все будет у нас выглядеть. А то я тут рассказываю вам всякие байки. Такое. Минус SF и минус у нас PA от ребят. Залетело это все у нас на последних банах. Ну и давайте смотреть, что у нас тут не хватает. Магнус у нас идет на мид, Бристлбэк, наверное, в оффлейн. Остается еще какой-то мейн керри для команды Притон. Кто же это будет, я даже что-то и не знаю. Ну, надеюсь, сейчас все-таки нам ребята покажут. Так, что-то у меня авто дисконнект. Каким-то образом происходит. А, нет, все нормач. Все нормач. А, Пикачу у нас летел, к сожалению, с игры. Такс, такс, такс. Ну, вроде бы как. Что тут происходит? А, Реконнект, Пикачу, все нормально. Все нормально, сейчас будет у нас последний выбор героя. Вот, ребят. Из команды... Команды, команды, команды. Притон. Поэтому сейчас посмотрим. Ну, антимага берут. Вот он, тот самый фармящий герой. В принципе, пик очень даже неплохой. Если так судить, то есть идет рейс-полярити. Летает туда Вич-Доктор со своим дозвардом. Ну, и антимаг это все под спешом, наверное, под фьюрия нарезает. Очень даже неплохо. Что же касается команды Чапа. Тут нужен им, понятное дело, оффлейнер. Оффлейнер, который будет, опять же, делать большую грязь. То есть, имеется у них пак с дремкоилом, который должен ловить вот таких товарищей. Ну, а потом что делать? Потом у нас тролльварлорд должен залетать. И пытаться кого-то подрезать. Ну, еще нужен какой-то герой. Я даже что-то и так сразу сказать не смогу. В принципе, Тайдхантер есть. Тайдхантер, который будет, опять же, влетать вместе с паком. Давать свой ревейдж. Ну, и потом что-то думать. Но... Я что-то не верю. В Тайдхантера все-таки нужен какой-то дамедж дилер. Потому что тролльварлорд окей. Это хорошо. Но еще один было бы неплохо. Ну, опять же, сейчас посмотрим. 8 секунд остается у них. 8, точнее, секунд. Ну, взлетает Doom. Doom, который будет все-таки какого-то Магнуса исключать из игры. В принципе, очень даже неплохо. Ну, опять же, посмотрим. Это все в действии. И, надеюсь, все-таки будет все очень-очень четко у нас заходить. Такс-такс-такс. Ну, как всегда, пауза ставится, ребят. Ну, как-то без этого. Пауза, это ж такое. Это ж святое дело. Эх. Ну что же, сторона Radiant. Команда Притон. Мэйден. Играет у нас на антимагии. Шалук. Шалик. Шалук. Я, честно, не знаю. Играет у нас на Вич-Докторе, если это каши-50. Пикачу. На Магнусе. Дэнкью. На Леоне. Ну и Бабунджики. Играет у нас на Бристлбеке. Ну и сторона Dyer. Команда Чапа. 2002. Или же Паша Инвокер. Играет у нас на Паке. Саша Акаша. На Троле Варлорде. Вайт Пайпо. На Скоросмидже. На Рубике Норд. Ну и на Дубне будут катать у нас Уки. Вот так вот. Ну что же. Начинаем мы смотреть эту игру. В принципе, команды очень даже такие неплохие. Все-таки думал сначала, что, в принципе, такая языкаточка будет. Ну а потом, когда посмотрел составы команд, подумал, что, черт, куда я полез. Все-таки надо было брать какую-то языкаточку, но не тут-то было. Все-таки придется, мне кажется, тут посидеть. Три-четыре часика. А может и пять часиков. На эту Бестоп-3. Это будет нормально. Это будет нормально. 25-й левел. Все игроки. Будет все в шоколаде. Вич-доктора у нас цепанули. Вич-доктор начинает с проблемы. Был телекинез. Залетает у нас. Иан Кассившот. Ну и Вич-доктор потрачен. АФБ забирает у нас Рубик. Ну и, в принципе, отличное начало от команды Чапа. Ну и будут ли у них контролировать у нас руну. Ну, в принципе, могут, но, опять же, не хотят. На кулдауне находятся у нас способности. Поэтому подраться тут особо не выйдет. Поэтому ребята решили все-таки не рисковать. Ну и не идти на Абум. Что же, начинается у нас игра. Ну и смотрим, что у нас по линиям. На Мидаллине. Магнус против Пака. На топе Бристлбэк против Дума. Так, так, все нормально. Ну и на ботами трипла на триплу. В исполнении двух команд. Фармящий Тролль Варлорд. Скораз Мэйдж плюс Рубик от команды Дайр. Ну и сторона Радиант. Видим тут Антимаг. Который должен фармить. К сожалению, он этого не делает. Вич-доктор. Ну и тут же и Лайон на подходе идет. Тоже. Ну и видим Антимаг. Аж целых ноль крипов. А тем временем тут Тролль Варлорд. Как-то, как-то все-таки. Получше себя чувствует на данный момент. Ну и по-другому не должно быть. По-другому, мне кажется, не должно быть. Все-таки. Как-то, как-то, мне кажется, команда Чапа должна тут неплохо стоять. Ну хотя тут два станчика плюс Антимаг, который, в принципе, неплохо может нарезать. Но опять же, нужны айтемы для этого нарезания. Ну, такое. Такое, такое, такое. Так, что у нас на топе? На топе у нас вроде бы как все спокойно. В принципе, Бристалл Байк, я думаю, сейчас совсем скоро начнется выграть. Со спреем. Ну и там, конечно же, Дум будет очень-очень сильно потерпать. На Медаллине. На Медаллине Пак и Магнус. В принципе, Пак должен стоять тут без проблем. Хотя тут, как видим, неплохо пробивает Магнус все-таки своими шифровыми. Хотя тут пытается как-то и выйдет шифтом. Но все же не очень хорошо это происходит. Норд! Ну, Норд, по-моему, погибает. У нас Мэйден получает. У нас Конкассив Шот. Залетает Каска по Норту. Ну и дальше ребята не пошли. Дальше ребята не пошли. Хотя забрали руну. Руну забрали и будет все в Нормоч. Ну хотя, какой Нормоч? Там, по-моему, Баунти, да? Да. Которую Баунти съедает у нас. Мэйден. Ну и видим, уже почти третий левел имеет. Грамотно законтролил у нас Скоря Смейдж. Это все дело. Забрал себе крипа. И дал добить. Ну и вот, пошел Аркан Болт уже. Имеет второй левел у нас Вайт Пайпо. Ну и начинает. Постоянно будет сейчас память этими Аркан Болтами. И, конечно же, наносить там неплохой дэмэдж такой. На начальной стадии игры. Так, Брестлбэк четвертый левел. Дум тоже четвертый левел. Съел себе у нас... Что это такое? Ну, съел себе... Клювокрыло. Черт тебе побери. Ну и что же. Я просто задумался, почему не начинает бэковать у нас Брестлбэк до сих пор. Ну вот, наконец-то начал бэковать. В принципе, все в порядке уже. Так. Что у нас тут на Медлэйне? Пятого лупака. Пикачу тоже пятый. Баночку обузит у нас Пикачу. Ну а Пашин Вокер... Пустая банка у него на данный момент. Ну, конечно же, отпился. Отпился, отпился, отпился. Так, тут что у нас на ботами? В принципе, на ботами должно самое интересное происходить. То есть, триплана-треплоу, постоянно какой-то экшн, драки, мазохия какая-то должна быть с Адамаза. Именно в таком вот русле должно все происходить. Но, к сожалению, тут все очень так спокойно. Все-таки какая-то большая агрессия именно смотрится у нас на топе, чем на ботами. Забирает у нас рун у нас спак, отбивается сразу же батлом. Ебо очень-очень как-то тяжко ему стоять против Магнуса, как мы видим. Даже не знаю почему. Вот такое. Опять же, посмотрим позже немножечко, как оно все будет. Так, ну, видимо, антимаг вообще не подходит к крипам. То есть, семь крипов до данного момента это очень-очень слабо, я бы так сказал бы. Так как для него это изи-лейн, но вот как антимагу мешает сразу же. Очень-очень серьезно. Так, Пака, кстати говоря, убивают нас на Медлэйне, что-то я завтыкал с этим фрагом. Проблема у нас с антимагом начинается, ну и антимаг тоже погибает у нас. Никак не спасал его тут у нас Вичдоктор. Ну и за Вичдоктором гонятся у нас ребята, Арканбол залетает, точно даже неплохой. Ну и... Давай же. Начинай, грязь. Трольварлорд на подходе, под копчик. Да, забирает у нас Вичдоктора. Ну и проблема начинается у нас на... У Лайна, точнее, у Дэнкио. Да, Телекинес. Минус у нас... Трипла у ребят с команды Притон. 4-1. 4-1 на счет. Мейден сразу же прилетает на линию, начинает фармить крипов. Пока имеется у него время это делать. На топе 6-й левел, как видим, Бастлбака имеется. Дум тоже 6-й левел. Имеет фейзы, имеет опов Веном. Ну и на Медлэйне. Погиб у нас Пак. Ну, не очень все гладко, как, видим, происходит у Паши Инвокера на данный момент. Ну, опять же, опять же, опять же, опять же, нужно как-то ему все догонять. Ну, был момент, что все-таки опережал он по крипстату своего оппонента на линии. Но потом что-то пошло не так. И как-то у нас товарищ попал в таверну. Я имею в виду Пак. А потом уже все, как видим, поменялось. Так, Норд приходит у нас на линию. Должны были видеть ребята. Ну, Дэньку цепанули, Дэньку убили. Очень быстро разобрали у этого товарища. Ну и будет ли цеплять дальше кого-то? Нет. И пошел у нас вайтпайпо. Не забрасывал конкасив. Так, возможно, бы и какого-то вещдоктора бы зацепили бы. Ну, 5-1. Очень неплохо начинает у нас Чиапа. Ну и вот нужно именно сохранять. Именно это преимущество, которое у них есть. То есть аккуратненько играть. Особенно Паку к какому-то, возможно, Думу. Которому очень такие серьезные плюшенцы светят. Если же... Ну, если он у нас шибется. Опять же, нужно как-то... Законтролить именно ботом ребят из команды Чапа. Ну, а потом уже смотреть, как и все происходить. Проблема начинается у Пака. Ну, ревиз-полярити имеется. Ревиз-полярити! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пикачу ошибается. Тем временем у нас погибает Лайон. Думу его забирает через Ultimate. Ну и 6-1. 6-1. Ну, чудо, мне кажется. Спасло там Пака. Или же это просто Пикачу так перенервничал. В принципе, думал, что как-то зацепит своим Ultimate. Проблема у антимага начинается. Тимаг, блин, через 5. Но нет. Ну, тут такого ребята не прощают. 8-1. Очень все круто. Можно сказать так. У команды Дайер. Потому что антимаг полностью унижен. Можно сказать. Проблема начинается у ребят. Особенно у двух. Ну и Бристлбэк забирает Дума. После чего Дум все-таки убивает Бристлбэка. То есть вот так вот разменялись ребята. Ну и в плюс все ушло для Бристлбэка. Так. Ну, на чем я там остановился. А, ну, все круто. У команды Дайер именно унизили. Просто мейн кири команды. Антимаг сейчас бегает с 5-м левелом. Абсолютно нет у него дэмэджа. Ну и как с этим дальше бороться? Понятное дело, нужно ему фармить. Где фармить, пока что неизвестно. Хотя тут, как видим, подходит неплохая такая пачка крипов. Ну и тут подходит, наверное, сейчас у нас товарищи. Да? Да. Пошел конкасив. Увидели телепорт. Поэтому все-таки решают отойти. Но там могут быть проблемы. Хотя не нужно отвлекаться именно на это вот все дело. Ну и, возможно, ребята уйдут все-таки. Вайт Пайпу. Тоже что-то отставал. Ну и пришел сюда Дум. Ну и драться собираются тут, ребята. Да, драться собираются. Еще пак тут на подходе идет. Каска залетает всего лишь по одному троллю. Очень проблем больше начинается у Вичдоктора. Все-таки не отлетела. Там каска. Минус у нас Вичдоктор. Минус Лайн. Мгновенно. Проблема начинается у Бристлбека. Подожгли его Думом. Пошел на свейтбол. Пак залетает. Дримскуэл ставится по Бристлбеку. Бристлбек тоже в таверну. 12-2. 12-2 это... Это просто... Жесть. Очень все круто делают. У нас Чапа. Поднимают именно, когда им нужно драться. Ну и, не знаю... В принципе, притоны могут как-то именно вот это вот все сравнять к нулю. Опять же, нужен блинк для Магнуса. Нужно хорошее респолярити. Ну а там дальше уже смотреть. Там, в принципе, может и Вичдоктор неплохие каски залепить по всем. Лайн подкопать. Ну и там, я думаю, Бристлбек какой-то демешта внесется с проя. После этих всех состояний от команды Чапа. Ну опять же, это все как бы слова. Нужно именно вот это все делать. Ну и как-то... Как-то, как-то выруливать. Эту ситуацию, которая есть. Норд. Да ладно. Блинк стырил и убегает. Что? Пак, восьмой левел. Уже девятый получает. До блинка очень-очень далеко. Пикачу... Ой-ой-ой. Ну замахнулся на респолярити. Пикачу подлетает на скьювере. Ошибается. Ну и... Сейчас получает неплохие тыченцы вот Паши Инвокера на развороте. Ну, в принципе, Пак готов. Пак готов прыгать. Ну, опять же, все расходятся. Все расходятся. Никто не хочет драться. То есть аккуратненько хотят сыграть. Тимак. Шестой левел получил. Несет себе ПТ, если не ошибаюсь. Да. Да, ну, конечно же... Беда творится у команды Притон. Забирали еще у нас Лайана. Норд получает неплохие тыченцы. Такие вот Тавера. Ну и Вайт Пайпу на развороте. Будет ли какая-то драка? Вещь Доктора цепанули. Подлетает сюда Пикачу. Ну и Пак живет у нас. Да ладно. Нет, все-таки Пака забирает. Респолярити по одному. Вайт Пайпу залетает. Минус еще и Рубик. Ну и Вайт Пайпу. Нужно ему жить. Тепо аут. Ну и нечем сбить. Ладно. Нет. Хех залетает. Ну и Вайт Пайпу тоже таверно отправляется. Ну и даблкил. Даблкил для антимага дали. Ой-ой-ой-ой. Ну вот такого делать мне кажется не надо. Ребятам из команды Чапа. В принципе неплохо они забрали Лайна. Ну а потом то ли деремся, то ли нет. То есть все-таки наверное были сомнения у ребят. Ну и в итоге как видим умерли просто-напросто. Все втроем, которые заходили именно под этот тавер. Так. Норд забрал у нас Хекс. Ну и прыгает Пикачу. Боже ошибается. Еще раз у нас Пикачу. Ну и проблемки. Проблемки же. Да. Не улетает. Улетает мертвым. На ХГ у нас Магнус. В итоге 15-5. 15-5 становится на счет. 20 фрагов за 12 минут. Лол. Ну. Ну. Все прекрасно вы увидели. Что произошло. Паша и инвокер просто негодуют. Так. Антимаг. Восьмой левел. Появился Ring of Health. Виш доктор. Третий левел. Ну просто. Если построить по левелу. То вообще беда. У саппортов пятый. Третий левел. Ребят с командой Притон. А тем временем уже седьмые имеют. У нас саппорты команды Чапа. То есть. Очень все бедно. Командор Эйдент. Ну и забирает Рошана. У нас игроки команды Дайерс. Сюда же вроде бы как подходят у нас игроки команды Притона. В принципе может летать у нас Магнус. Хотя бы какой-то вижен бы дать. Было бы вообще просто все. Отлично бы. Но. 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 И что же. Пикачу. Отпивается ботлом. Пикачу. Ловит кек. Сразу же Дум. Ой. Ой. Минус сразу же Дэнки. Под Мистик Флэр. Он сразу умирает. Пикачу тоже должен погибать. Что? За Бристаллбеком бегут? Да. Бегут за Бристаллбеком. Получает стан у нас бабушки. Ну и тоже у нас в таверна отправляется. Нет. От нейтралов погибает. Ну. В таверну. В таверну. Так что. Такое. Все равно умер. Восьмоловал. Антимаг. Ну. Опять же. Пытается где-то найти себе пространство. Чтобы нафармить на что-то. Ну. Конечно же. Очень долго надо ему это делать. Реально долго. Да. Так. По ботому. Идут у нас игроки команды Чапа. Так. Ну и начинает нарезать у нас по таверу. Минус 16-2. И что это такое? Что это такое? Тактика! Тактика. Тактика в исполнении команды Чапа. Ну тут Дума нас. К сожалению. Продали. Тельки у нас есть. Антимаг. На развороте пытается все-таки подраться. Но тут Трисполярити. Нет. Потратили все-таки на Дума. Что-то я не заметил именно от этого момента. Пак. Ну. Пау. Тут антимага. Ну и Пикачу тоже уходит. Пешочка. Все-таки не решили цеплять. Ну опять же там линкуется просто-напросто антимаг. Велословить просто нереально. Ну а вот про Магнус это такое. То есть. Возможно через Дримскойл. Черт его знает. Опять же. Так. Диашу. Тролля уже. Томинатор имеется. Имеется Аегис. В принципе все отлично. У Троля. Но в данный момент Саша Акаша просто чувствует себя. Очень-очень хорошо. По сравнению с антимагом. Которого. Ой-ой-ой. Сколько еще даже. Ну еще Бродсворд, Войтстоун, БФ. А потом еще после БФ нужно фармить. Очень-очень долго. Ну и как видим Чапа остановились. Чапа остановились. Все-таки не идут дальше. Куда-то. Вперед. Все-таки решили как-то перегруппироваться. Или как еще это можно назвать. Я даже не знаю. Судить дальнейшие действия и тому подобное. Но тут смог. Смог от команды Притон. Норд сразу же видит. Получает Хекс. Пак. Прыгает Саша. Очень-очень даже неплохой. Ой-ой-ой. Дримскойл по двоим ставится. Проблемы у Дэнкью. Проблемы также у Бристлбэка. Минус на Слайон. Бристлбэк тоже погибает. Ну и на Скювере улежает у нас Пикачу. Дамблкил от Тролля Варлорда. 22-7. Ну 3 в 1. Такой у нас разменчик. Все-таки Притоны. Не знаю. Не сказал бы что. Именно не ожидали. Все-таки должны они были готовиться к этому. Но что-то недооценили что ли. Или как еще там можно сказать. То есть такое. Ну прыгает Пак. Ставит Сайланс. Улетает на арбу. Юзает Стикер. Из Полярити. Паша Инвокер. До свидания. Говорит ему Пикачу. Ну и. Вот он. Восьмой фраг для команды Притон. Так. Денайт у нас Рубик. Это один тавер на Бедолыне. Так. Ну и остается это два. Два внешних тавера. У нас. Ребят с командой Притон. Которым. Нужно забирать. Команди Чапа. На данный момент. В принципе. Айгиса. Там еще минута. По-моему остается. Если же там. Не меньше минуты. Поэтому все же надо как-то. Это использовать. Так. Восьмая минута. По графикам. Давайте посмотрим. Что творится у нас. Больше семи с половиной тысяч. За командой Эдайр. Ну и по экспириенцию. Больше пяти тысяч. В принципе. Это ожидаемо. Потому что ребята. Очень даже неплохой темп задали. Ну и как видим. Все просто шикарно. На данный момент у них идет. Опять же. Нужно дальше давить. Не останавливаться. Потому что там антимаг. Там антимаг. Который фармит. Почти уже нафармил себя на БФ. Остается. Водстоун. Ну и там брестлбэк. Который уже с меказмом. Который сделал. Как видим. Себе отвод. Ну и тоже может. Нафармить. На всякие неприятности. Которые. Конечно же. Будет. Не по душе. Противником. Блинк появляется у Норта. В данный момент. Ну и тут что. Ребята с крипами расправляются. Сын Джин Дьяша. Умеется траля варлорда. Дальше. Мне интересно. Что будет собирать. Сможно какой-то БКБ соберет. Себе очень даже неплохо будет. На БКБ. Всяких там. От всяких там. Десфингеров. Что там еще можно быть. Десвлар БКБ пробивает. Резисполярити. По-моему тоже стягивает. Если не ошибаюсь. В принципе БКБ. Сама она мне кажется. Всякие спреи. Это именно. Вообще. Просто жесть. Такс. Такс. Ну и догон покупайте. Паша Инвокер. Все-таки. Жесткий. Этот товарищ. Нереально жесткий. Ну видим. Подтверждает он это. Именно этим догоном. Ну что же. Сайлент. Мейден просто в панике. В панике. Мейден. Не знаю. Кто там выживает. Ну и. Да. Делает. А. Пака забирает только. Там Лайон все-таки. Садил в Рубика. Свой Десфингер. Поэтому такое. Ну. Ошибочка. Ошибочка произошла. Все-таки. Нужно ребятам это учитывать. Потому что. Сейчас. Притон играет пятером. Именно пятером. И нужно дальше играть. Потому что. Именно. Вот. Вместе они могут что-то. По отдельности. Их будет просто. Убивать на раз-два. Как мы. Видели только что. То есть. Очень. Большие проблемы. Начинается. Антимага. Когда на него. Два героя. Только влетает. Поэтому все-таки. Вместе. Вместе сила. Как говорил один. Товарищ. Вместе мы сила. Вот. Так. Правильнее будет. Так. Ну что же. 21 минута у нас в игре. До Рошана остается. Две с половиной минуты. Ну и Чапа. Как мы видим. Уже остановилась. Остановилась. Две или три минуты назад. Хотя цепляет. Тут у нас Магнуса. Магнус улетает. На скивере. Ну и цепанули. У нас. Лайана. Лайана. Быстренько так. Разобрали. На мелкие кусочки. Ну и наверное будет дождаться Рошана. Будет дождаться Рошана. После как-то все-таки. Думать действовать. Потому что. Нужно им как-то заканчивать эту все-таки игру. Потому что чем дальше. Тем. Тем плохо для них. Понимаем это. Пикачу. Погибает у нас на мидаллайне. Все-таки БКБ в сташе лежит. Но принести что-то не удалось. Пять секунд не будет у нас Магнуса. Видят это ребята. Байбека у него нету. Поэтому Т2 наверное точно у нас впадет. Норд копает у нас Бристлбайк. А Бристлбайк сразу же дум на него кидается. Минус у нас Бристлбайк. Ну еще могли бы конечно же цепануть какого-то там Вичдоктора. Но не удалось как мы видим. Так. Под копчик по 2 ему тлэна. Ну и Т2 падает. Т2 падает. Глиф потратили. А можно на Т3 заходить за это. Да. За такое на Т3 заходит. Мы видим. Ну. Окей. Минус Т3. Тут. Мне кажется ничего не исправишь. Отцепанули у нас Вичдоктора. Вичдоктора убили. Тут у нас Антимак ломает тоже вышечку. Пытается именно это сделать. Но тут бараки. Тут у него бараки падают. Поэтому тут. Тут уже ничего не исправишь. Так. Сдали Хекс у нас на Дума. Ну и Магнус. Ривисполярити. Ой-ой-ой. Никуда не уходит. Убили. Зато у нас Рубика всего лишь. После этого Ривисполярити. Ну и Дум. Дум тапаут. Дума с Дессвингера убивают. Это уже минус 2 в исполнении команды Притон. После. Нет. Не забранного. Все-таки один барак. Убили. А тут еще кстати говоря тележечка. Может неплохо нарезать. А тут барак то рейнджевой. Который не регенится. А дефать ребята не хотят. Хотя нет. Приходит. У нас Вичдоктор. Каски кидает. Вот что надо бить. Вот. Катапульта. Самое зло. Которое только есть. В этой доте. Что-то не обращает внимания у нас товарищ на это. Ну и. Барак он теряет. Ну и минус мид. В итоге получается у нас после этого Муа. В исполнении тележки. Ну и появляется Рошан. Появляется Решан. Об этом знают у нас игроки команды Чапа. Что же касается у нас команды Бритон. Я не думаю что ребята пойдут драться. Хотя. Конечно же могут попробовать. Хотя нет. Не могут попробовать. Нет. Вроде сполярить еще 30 секунд. Поэтому это Рошан. Для команды ДАР. Так. Ну да. КБ собрал у нас Аша Каша. Вайт Пипо. Собирает себе Еулы. Лорд. Ну. Блинг 1000 голды. Пак. Видим. Вагон 2 левела уже имеется. Ну и Дум. 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 Платмейл. Шивас Гвард. Будет у Дума. Ну так же имеется Мидас. Который неплохо Мидасирует всех подряд. Кому только видит. Так. Забрали Рошана у нас команда Чапа. Что у нас тут по айтемам? Бристлбэк пытается собрать себе Пайпу. После Миказма. Рубик заходит. Рубик цпанули. Скивер. Ну и Рубик. До свидос. Чё-то Норд запутался мне кажется. Я не знаю куда он шел. Что он там наделал свой видеть. Просто лол. Ну и вот. Появляется Пайпап после этого фрага. То есть такое вот. 1700 у Магнуса. На байпбэк имеется у него теперь. Ну БКБ также имеется. БКБ он уже юзал. Да. 9 секунд у него есть. Антимаг. С БФ он. С Минтастайл. Ты сейчас 2 голды имеет. Что у нас тут у Лайона? 11 левел. 1500. Ух тут балуется Пикачу. Ну вещь доктора. Восьмой левел. Восьмой левел. Дезарт первого левела. Опять же. Было бы неплохо если был бы второй какой-то левел. Кулаина. Тоже Дезфингер видим второго левела. Так. Третий левел Дагуна. Пока. Ну что же. Имеется Эдис. Чапа почему-то медлит. Медлит. Медлит причем серьезно. Нужно все-таки как-то. Побыстрее им действовать. Потому что опять же антимаг. Антимаг который собирается. Который может убить всю команду. Нужно это учитывать. Но. Это опять же что-то. Терпят. 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 Ну что. Вазгард уже собрал себя дум. В принципе нормич. Так. По обоему идут у нас. Руки команды. Притон. Идем четвером. Поправляются сюда. Ну и потом. Пуча порешают пойти. Так как тут стоит еще Т2 Тауэр. Все-таки. Хотят забрать Т2. И возможно на Т3 заходить. Да. Именно такой план у этих ребят. Имеется. Давайте посмотрим. За исполнением. Да. Убили Т2. В принципе дефа никакого нету. Что у нас тут. Тут у нас Мэйден тоже забирает Т2. Отправляется тоже ТПАУ делать. У него телепорта нету. А нет. Есть. Не подловил его тут. На этом. Ладно. Ну тролль варлорд. Игл слон. Я прикупил. В принципе эгис у него имеется. Поэтому я думаю. Без всякого до конца будет все-таки идти. Тут вообще такой злой этот Огр. Это просто жесть. Он еще вармор всем накидал. Да? Нет. Надо было. Жесткий именно Огр. Ну что ж. Пак прыгает. Очень неплохой дримкоил ставят по двоим. Респаляли всего лишь по одному. В исполнении Магнуса. Ну и все накрывается. Там Мистик Флэр. Байбэк был сделан. От Вич Доктора. Ну и Дез Вар. Пошел, пошел, пошел Дез Вар. Там Аэгис. Там Аэгис. Тролля всего лишь. Лол. Просто лол. В итоге еще два байбэка делают. У нас команда Притон. Пытается все-таки кого-то убить. Ну убили всего лишь. У нас Вайт Пипа всего лишь. Всего лишь одного. Ну и в итоге что же. Проблема у тролля. Тролль погибает. Минус нас Бабунджики. Ну и минус также еще и Пашин Вукер. Остается у нас Дум, который выживает. И остается аналог, который тоже выживает. Тавер 300 хп. Ну, если так подвести полностью итоги, то можно сказать... А нет, Файт Рекап не подвел я. Можно сказать, что очень даже неплохо. Чапа все сделали. Правда, вот... То, что поумирали немножечко. Такое. Ну и Пашин Вукер, который залетел просто в леса. Ну и после Дримской Лаи... И Лежа Нарбы стоял тут просто курил. Смотрел на это все издалека. Как не мог прыгнуть просто в драку. Такое. Ну, в принципе, там сколько? Там раз, два, три, по-моему, байбека. Если не четыре, давайте посмотрим точно. Раз байбек. Два байбек. Три байбек. Четыре байбека. Да, четыре байбека было сделано. Ну, это очень даже неплохо. То есть, при следующем заходе, который сейчас будет, кстати говоря, поймали у нас Мейдена. Мейден, дум, повесили. Ну и Мейден, до свидания. В таверну 80 секунд его не будет. Ну, тут надо до конца идти ребятам с команды Чапа, потому что... Там просто-напросто дефать нечем. Там есть Магнус, Ризис Полярити. И что? И Дезвард, который неплохо так накидывает. Ну, опять же, Ризис Полярити это вообще не проблема, мне кажется, для команды Чапа. Потому что последние Ризис Полярити, которые я видел, были в одного. Максимум в двоих, как сейчас. Ну, блин. Убили у нас Пашу Инвокера. Саша Акаша тоже погибает. Ну, какой-то Фидон пошел. Конкассив шот по Дэнкью. Залетает у нас Рубик. Ой-ой-ой, Мистик Лэр отличный. Ну и дальше-то. Дальше-то дэмэдж нужен какой-то. Приходит у нас Дум. Подняли Бьюлы у нас Магнуса. Ну и Дезвард. Разбегаться нужно тут ребятам. Рубик. Дезвард тоже себе в копилочку. Хорошо. Ну и на развороте... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что натворил? Ну ладно. Убили у нас Вич Доктора. Ну и Норд прыгает. Поднимает бабушки. Пикачу никого не увезет на Сквивере. И что? И беда. Беда просто. Дальше-то... Я не уверен, что у нас Чапы пойдут драться. Отходят ребята. Ну убили двух основных героев, которые... Я не понимаю, что они тут делали. В принципе, возможно... Возможно решили, что пойдут 2 плюс 3. Но... Я бы не сказал, что это хорошее решение. То есть такое. Хотя, хотя, хотя... С другой стороны, в принципе, неплохое. Но опять же, почему-то какая-то стяжка пошла наверх. Зачем? Почему? Команда Чапа, мне интересно, стянулась наверх. В принципе, они могли дойти до Т3 и убить хотя бы... Продамажить. Не убить, а продамажить хотя бы как-то Тауэр. А после как-то отойти. А там... Ничего такого серьезного да и не было бы. Нет, там хотя бы Дезвард один остался бы вроде бы. И все. То есть дефать Дезвардом это... Я не знаю... Сумасшествие какое-то. 2-100! Тролиа Варлорда. Ну, БКБ 9 секунд. Ё-моё, ну... Просто не прожимает БКБ у нас. То есть некогда именно его прожимать. Так жестко именно. Потому что влетает какой-то ризисполярити на пол ХП там. Ну, я образно говорю на пол ХП. Ну, а потом что-то как-то делать вообще просто невозможно. Так, ну и Нетворс. Нетворс. Видим, что вообще происходит. Третье место уже занимает у нас Антимаг. Антимаг уже с Башером. Идет потихонечку в Тараску. Имеется у него Виталити Бустер. Причем давно имеется. Еще перед Башером он себя прикупил. Пак летает по-троим. Ой-ой-ой. Дает Сайленс. Ну и уходит. Ну, такой валидольный, мне кажется, врыв в исполнении... Паши Инвокера. То есть там так. Если не за Сайленсер кого-то... Если не подцепил кого-то за Сайленсер, я имею в виду. Там какой-то лайн тебя копает, и борода просто происходит. Так, ну, отправляются наверх в поисках Антимага, которого тут нету. Ну, начинают, ребята, чем-то заниматься таким вот. Бегать просто. Ну, а тут вперед. Вперед идут у нас команда Притон. Под смоками тоже решают кого-то все-таки подцепить. Кстати говоря, имеется уже Рошан. Ну, и мне кажется, на этом Рошане все и решится у нас. Так, показал, что... Зашли на Рошана, но... Оказал, это хорошо. Тут ребята у нас забирают Рошана. Там, кстати, Баттерфляй появился у тролля Варнорда. Ребята тут ждут. Ребята ждут Смок, который долетает, а тут уже Рошан падает. Браво. Ну, и Бесмока решает все-таки дойти. Лол. Ладно. Оп-оп. Альфа-волк. Тыч-тыч-тыч-тыч-тыч. Боже, как он же забавно передвигается-то, просто жесть. Ди-ди-ди-ди-ди-ди. Вот между лапами, смотрите. Именно вот набирает скорость с каждым ходом, смотрите. То, что нужно. Так, что у нас тут? Телепорт. Лети для тролля. Ну, и по ботуму. По ботуму решает у нас идти команда ЧАПа. По графикам давайте посмотрим. 14 тысяч. Ё-моё. По Нетворсу. Ребята, вы еще не снесли трон? За это время? 3 тысячи по экспириенцию? Ну, просто бред. Каким образом так долго все происходит у нас? 36-я минута у нас в игре. По ботуму, опять же, напоминаю, играет на... По ботуму решает у нас идти команда ЧАПа, который играет у нас за сторону Дайр. Для тех, кто еще... Не понял, где они. С какую сторону катают. И... Летс гоу. Не, ну, дожидать скрипов, конечно же. Как же без скрипов драться? А еще можно круче сделать. Дождаться от Миддл Лейна, пока он дойдет. И потом заходить. Но... Но... Не сегодня. Как я понимаю, ребята отходят. Ребята не хотят драться. Решают еще, наверное, пофармить. Какое-то время. Так, ну, хочется напомнить, что это не одна трансляция у нас, так говоря. Там у нас много очень матчей. Опять же, напоминаю, что играется сингл-эллиминейшн. Бест оф три. Поэтому очень много матчей именно сейчас происходит. Там порядка 16 матчей, по-моему, подряд играют. Освещаем мы около 10, если не 11. Черт. Надо посчитать. Ну, короче говоря... Там на третьем, четвертом, шестом, седьмом, восьмом, девятом, одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом. То есть переключайтесь, юзайте мульти-твич. Жесткий мульти-твич на 10 каналов. Если вас не залагает, вас просто отличный компьютер. Обрадую я вас. Ну, и, конечно же, там матч немножко поярче. Там Москву 5 против фнатиков, если не ошибаюсь. Там, короче говоря, очень такие... Тоже интересные. И известные команды играют. Потом мы опять же смотрим... По каналам, что где и как. Такс, ну что уже. Тридцать восьмая минута. У нас в игре. Все еще ребята играют. Ребята заканчивать не хотят. Такс, ну, профрешер. Есть у Тума. Отлично. А это что у нас тут еще интересно появилось? Давайте так посмотрим быстренько. Ну, персеранс тоже на аэрофрошно собирает Семену Асмагнус. Потому что нужно давать 2 арп. По 2 на тело. По 1 на тело, точнее. Не. По 1 на 2 тело. Вот, как я хотел сказать. Тэнки тоже. Плинки имеют сутной. Ведь Брейсер также теперь купил в антимаг, видим. С Эггисом до сих пор. То есть, что там у антимага. 5600 на руках. Опять же ждет, пока пропадет именно этот у нас Эггис. Дальше, возможно, Тараску себе какую-то прикупит. Бристлбэк. Платмейл себе покупает. Возможно, какая-то Кераса или же Шавасгвард его. Нас ждет в исполнении его. Где у нас тролль умер? О, черт, он тут умер. Тролль на топе. У нас драйка проворачивается. Минус у нас Лайон. Проблема Бристлбэка. Подожди его. Под Думом находится, точнее. Ну, возможно, еще сейчас Дум кинется какой-то. Или нет. Нет, руки. Руки решают все-таки. Затыкать его. Ну и все в порядке. Антимаг еще сзади ходит. Рефрешер и Дум. Маны нету на Дум. Лол. Какой же Лол. Магнус тем временем. Ринсполярити по двоим юзает, если не ошибаюсь. Если не по одному. Мэйден у нас погибает. Проблема начинается теперь у Магнуса. Это получается в драка в два, в три. В данный момент Пикачу тоже отправляется у нас в таверну. Ну и Вичдоктор на дефе. Все в порядке. Тут претензий нету. Тут занимается именно человек своим делом. Телепорт покупает. Точнее, Травела. Сапоги Телепорт покупает себе Травеллорд. Отправляется на ботом. Будет все-таки разрушать строение на этой линии. И... Что-то я там остановился. Что-то говорил. А, по айтаму насмотрел. Догон пятого лавла. Да? Да. Паша на блоке шарит. Эту тему. Это мы все нормы. Шпайбэк был сделан от Магнуса. Магнус... 40 секунд до РП. Ну а... эй 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 ну и на рошану решает все таки за эти ребята ну окей ладно ладно окей так что я отвлекся так сильно серьезно сильно серьезно а все в порядке ну да 5 600 на руках у мэйдена ну антимаг выходит по натворству на первое место как вам такое мне кажется сильно сильно жестко неприятно сейчас будет кому то в принципе в драке он ничего особо не показал видели как дрались на шапа на топе то есть просто забили болт на этого антимага который бегал за ними просто убивали других героев которые а потом уже с антимагом разобрались вот такие пироги как видим происходили ему аааа ха ха не ну многие скажут это было задумано дать догон в крипа чтобы противник испугался тогда все ясно так и должно быть две минуты до рошана остается айгис уже пропал там абиссал блэйд прикупился антимаг ну и находится он находится он на топе то есть ребята могут попробовать заходить на хг но опять же опять же товарищ магнус который тут стоит очень сильно кто наносит большой шорох на это все дело так аскьювер вообще даже не доходит норта возит он дристлбека сразу же тут шивас гвард пошел а что тут какая пауза вы о чем ребята так нельзя же залагало конечно же но магнус тоже тут на подходе в принципе тоже может впрыгивать ну а стягивать тут некого стягивать тут некого то есть ну максимум тут двоих наверное троих стянет остальные куда остальные стояли будут ну и не стоит забывать там дум есть там есть дум который еще не кинут сейчас на одного дум полетит сейчас на второго еще должен залететь или нет ну минус бабушки прыгнул у нас по шинвокер хороший древескола поставил троих застань нет двоих застанет лишь доктор просто за компанией постоял ну и нету брестлбека есть байбек есть байбек ну и будут ли это делать мне интересно дэнки поймали дэнки убили да делается сразу же два байбека ну и в загонку идут ребята а не тут то было тут ребята отходят ребята отходят там молоко убежало надо отформить топ ну я думаю вы понимаете что вообще происходит ну и Рошана Рошана ждут висит тут курьер 30 секунд остается до Рошана в принципе с этим Рошана можно да и что то делать уже мне кажется увереннее себя чувствовать я надеюсь на это ну и не стоит забывать что и притоны сюда тоже подходят то есть тоже могут именно заходить да и их в принципе убивать от Варошана тоже могут ребята так 1200 думаю опять же байбеки байбеки очень часто нужны что одним что другим ну и сразу же заходит у нас на Рошана ребята Норд пошел что за шива что это за шива Норд у нас погибает боже нелепая смерть просто просто-напросто нелепая смерть Дезвард очень даже неплохой но опять же демо же не очень так много кидает этот Дезвард в итоге он минус у нас на Антимаг минус у нас Вич Доктор проблемы у Магнуса тоже могут быть хотя нет хотя нет хотя нет хотя нет ошибаюсь я очень ошибаюсь White People Глосы уезжает ну и пытается как-то жить чтобы Бистик Флэр под себя дать ой-ой-ой-ой да ладно Форстаф да ладно выталкивает тут на хосте тут на хосте товарищ забирает гем бабушки ну и Рошан достается у нас игрокам команды Бритон я понимаю хотя тут тут у нас Паша Инвокер тут у нас Паша Инвокер который может все что угодно делать а тут ребята просто в трон идут ахай хотелось сказать где же у нас тролли Дум а они просто-напросто убивают трон ГГ ГГ ВП вот такая у нас игра получается просто пошли ребята забили на этого Рошана пусть его забирают пусть все что угодно делают мы просто пойдем и снесем трон вот такая вот тактика у нас в исполнении команды Чапа ну и 1-0 именно за этой командой очень такая неплохая игра очень хорошее начало команды Чапа потом они остановились вроде бы как где-то у нас промелькнуло то что у нас спритоны смогут как-то потащить все-таки свою игру за счет антимага который очень хорошо начал фармить но но не удалось не удалось не удалось не удалось